Вопросы налогообложения – одна из самых наболевших тем среди индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц. Сложные экономические процессы и переплетение законодательных норм приводят к тому, что разобраться в размере того или иного налога порой весьма непросто. Однако специализированные органы охотно оказывают населению консультационную поддержку. Прием физических и юридических лиц осуществляется в инспекции в двух операционных залах. Ежедневно открыто 21 окно для налогоплательщиков. Кроме того, у нас функционируют территориально обособленные рабочие места, расположенные в городах Звенигород и Краснознаменск. Это, безусловно, улучшило качество оказания услуг населению. Для облегчения работы с налогоплательщиками в федеральной службе используются современные телекоммуникационные каналы связи. Например, интернет-услуга «Личный кабинет». На сегодняшний день более 90% юрлиц Одинцовского района отчитываются исключительно в электронном виде. К ним стоит добавить около 60% индивидуальных предпринимателей и 73 тысячи физических лиц. И это при том, что за минувший год из единого госреестра принудительно исключили 775 недействующих юридических лиц. Это было одной из задач, поставленных перед инспекцией на прошедший 2016 год. И мы с этим успешно справились. За 2016 год в бюджеты всех уровней поступило около 45 миллиардов рублей. При этом Одинцовская налоговая отмечает отставание поступлений в местный бюджет на 6%. Это связывает с изменением ситуации по имущественным налогам. Исправить ее налоговики намерены в течение 2017 года. По результатам оспаривания кадастровой стоимости в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости снизилась налоговая база или кадастровая стоимость, о которой мы говорим, на 77,8 миллиарда рублей. Что привело к недопоступлению налога в размере 361 миллион рублей. Сотрудники налоговых органов регулярно проводят пресс-конференции и организуют работы межведомственных комиссий. Обычно в них принимают участие и силовики, органы ФСБ, полиции и прокуратуры. Такие беседы призваны помочь людям разобраться с долгами, а также предупредить о неминуемых последствиях нарушения закона. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.